Владимир Тишин, исполнивший смертный приговор в отношении соучастника банды после 17 лет с момента преступления, сам услышал вердикт. Накануне решение объявили в районном суде. Напомним, обвиняемый по прозвищу «Волк» был одним из приближенных банды кавылкинского фермера Рината Чуракова. В 2007 году Тишин вместе с киллером Александром Сергеевым выполнили приказ лидера банды и расстреляли другого участника преступления группировки Сергея Слугина за расшатывание дисциплины внутри бандитского коллектива. Тогда дело возбудили, потом прекратили. В 2023 году появились новые неопровержимые факты причастности Тишина и Сергеева к убийству Слугина, и дело вновь было открыто. В ходе следствия винов в совершении инкриминированных деяний фигурант признал и рассказал об обстоятельствах, при которых были совершены преступления. Мужчина, вместе с ним совершивший убийство, ранее был приговорен к длительному сроку лишения свободы. Уголовное дело в отношении иных участников банды находится в производстве. Тишина признали виновным еще в одном преступлении – в подстрекательстве к поджогу. В 2021 году, 13 января, в Ковылкине загорелось похоронное бюро. Владелец ритуального магазина, как установили следователи, конфликтовал с Чураковым. Фермер решил проучить коммерсанта. Разобраться с ритуальщиком было поручено волку. Владимир нашел местного жителя и за 50 тысяч рублей предложил ему поджечь магазин. По факту, тогда дело возбудили, но ответственности никто не понес. Возмездие настигло злоумышленников в 2024 году. В начале октября судебный процесс Тишина только стартовал, а уже в конце месяца ему вынесли приговор. Государственное обвинение поддерживала лично прокурор Мордовии Сергей Лапин. С учетом позиций государственного обвинителя, суд приговорил виновного к 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Судом удовлетворен иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда, причиненного в связи с совершением убийства, на сумму 1 миллион рублей.